Всем привет! Меня зовут Грисменко Анна и я являюсь тренером спортивного центра Чемпионжи. Сегодня я покажу вам несколько движений, которые помогут вам привести свою фигуру к лету. Я думаю, что они для вас будут полезными, интенсивными и помогут вам на пути к вашему результату вместе с нашим тренажерным залом Чемпионжи. Сезон у нас начинается в среднем, это март, начало апреля. Люди приходят, начинают более активно вести свой образ жизни, конечно же. Но не нужно забывать о том, что в первую очередь, если мы говорим про похудение, то это 100% вашего результата. Это не только тренировки, но и, конечно же, питание. Первое, на что нужно обратить внимание, это же, конечно, корректировать свое питание. Итак, вместе с моей подопечной Ириной мы покажем вам несколько базовых движений, которые в первую очередь окажутся для вас полезными и эффективными в вашей подготовке к лету. Поехали! Начнем с базового движения, называется оно бёрпи. Почему мы начнем с бёрпи? Потому что оно максимально функциональное движение и включает большинство мышц групп. То, что нам нужно как раз в разминке, чтобы разогреться и подготовить наши мышцы к полноценной нагрузке и с минимальной возможностью травмы, конечно же. Движение у нас начинается с нижней точки, выполняется с прыжком в верхней точке. Максимальное главное у нас это касание в нижней точке грудью и полностью корпусом и хлопок в выпрыгивании над головой. Выполняем мы 10 повторений. Этого будет достаточно для того, чтобы наше тело разогрелось и подготовилось к остальной нагрузке. Также немаловажно, конечно же, подготовить наши суставы к нагрузке. И мы сделаем небольшую суставную разминку. У нас будут круговые движения назад тазобедренного сустава. После этого мы сделаем вперед тазобедренный сустав и повторим непосредственно другой ногой. Ирочка нам сейчас это продемонстрирует. Делаем круг полный, включается у нас тазобедренный сустав, разворот. Тем самым наше ягодичное будет лучше работать. Раскрытие тазобедренного сустава нам поможет выполнять движения с максимальной эффективностью для наших ягодиц, что немаловажно. И также минимизирует возможность травмы и вывиха. И, конечно же, немножечко мы подготовим наш верх. Мы раскрываем диафрагму, грудь выносим вперед. И ручками мы просто тянемся. Этого будет достаточно. Мы просто протягиваем плечевой сустав и протягиваем плечевые суставы наверх. Тем самым мы растягиваем широчайше и подготавливаем наш позвоночник к следующей нагрузке. Дышим и держим, конечно же, наши мышцы корпуса. У нас обязательно должны быть зафиксированы. Дышим мы диафрагмой. И, конечно же, мы знаем, чего вы ждете от нашей сегодняшней тренировки. Это, конечно же, прокачка ягодиц. И мы вам, естественно, это покажем. И начнем мы с одного из любимых упражнений не только моих подопечных, но и всех девушек. Это ягодичный мостик. На что нужно будет обратить внимание и что будет являться основным? Первое. Для выполнения данного движения нам понадобится обязательно какая-либо плоскость и утяжеление. Небольшая штанга или гантеля. Первое. Мы касаемся плоскости опорной середины спины. Ни ниже, ни выше. То есть середина спины, конец, окончание лопатки. Это будет достаточная точка для того, чтобы она держала наш корпус и не давала дополнительной нагрузки. Мы занимаем опорную точку, фиксируем ее, касаемся лопатки, концом лопаток, касаемся плоскости. Наши ножки в верхней точке, если мы посмотрим, в верхней точке наш корпус должен составлять прямой угол. То есть наше колено не должно заходить вовнутрь, тем самым создавая дополнительную нагрузку на колено. Мы создаем ровный угол. Ножки наши стоят на ширине тазобедренного сустава шире. Не нужно этого будет, достаточно для того, чтобы максимально задействовать бицепс, квадрицепс и большую и малую ягодичную. Наша голова. Все, что у нас выше точки опоры, то есть весь грудной отдел плюс шейный отдел, они у нас стоят неподвижно. Не перегибаются в динамике, в процессе движения для того, чтобы не давать дополнительную нагрузку на шейный отдел. Хочется отдельно напомнить, что если вы только начинаете заниматься в тренажерном зале, не нужно хвататься сразу за большие веса. Ничего хорошего вам это не принесет, кроме дополнительных травм. Лучше взять небольшой вес, четко отработать технику и только после этого по мере вашей подготовки уже непосредственно поднимать веса. Ну что, начнем. У нас есть две точки. Это состояние растяжения мышцы в нижнем положении и состояние статической нагрузки, которая находится у нас в верхнем положении. Обращаем внимание на то, что у нас не присутствует прогиб в поясничном отделе, в пресс в напряжении и голова у нас зафиксирована. Еще раз, мы двигаемся вниз, выполняя вдох и выдох на подъеме. При выполнении любого движения у вас всегда должна быть четкая система дыхания, вдох на расслабление и выдох на утяжеление. Выполняем данное движение на 12 повторений и чувствуем и видим, как хорошо и отлично у нас прорабатывается каждый уголок из ранее озвученных мышц. Все очень часто задаются вопросом, зачем же тренер в тренажерном зале и в чем же его главная специфика работы. В первую очередь, это квалифицированный человек, который обучался этому, который знает, что делать с телом человека, как оно работает, каким образом оно приносит, физические нагрузки приносят определенную пользу для человека. Он смотрит технически, чтобы выполнялось движение правильно, чтобы ваше здоровье, в первую очередь, приумножалось, когда вы ходите на тренировки. Ваше самочувствие становилось лучше, ваш результат становился лучше. Конечно же, это друг, помощник, наставник, потому что огромная работа, конечно, проходит психологическая с клиентами. Ну что, вот и подошла к концу наша с вами небольшая тренировка, но, конечно же, это только начало. Мы будем также освещать новые и новые движения в нашем аккаунте и ждем от вас реакций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!